Заехали на месяц, задержались на год. В Чебоксарах осуждены жители Кургана, подозреваемые в так называемом дистанционном мошенничестве. Но на этот раз дистанция между преступлением и наказанием оказалась минимальной, а похищенные полтора миллиона рублей возвращены потерпевшим. Продолжит Ольга Павлова. Мы уже с вами четыре часа разговариваем. Уж почти друзья. Ха-ха-ха. То, что использовались банковские карты жителей Республики Татарстан. Часть денежных средств по картам жителей Республики Татарстан были обналичены в городе Чебоксар в одном из финансо-кредитных учреждений. Род деятельности чем занимаетесь? Денежные, как это называется? Это называется обналичивание денежных средств, полученных преступным путем. Через несколько дней сотрудники управления уголовного розыска наведали с квартиру по улице Ярославской. Как было установлено, именно туда отправился злоумышленник после того, как снял полтора миллиона рублей, похищенные у жительницы Чебоксар. Помещение под свой так называемый офис предполагаемые мошенники сняли поближе к основным банкам и деньгам. Они ежедневно в одно и то же время выходили к финансо-кредитным учреждениям, расположенным в районе Дома торговли, где проводили обналичие денежных средств. Писали с такой-то карточки снять столько-то, шел снимал. В момент совершенно неожиданного для них задержания жители Кургана, конечно же, пытались преуменьшить свою роль в преступной схеме. Но следствие уверено, что они знали, на что подписывались. Им давались инструкции о строгой конспирации своей деятельности, о способах совершения обналичивания похищаемых денежных средств, о том, когда и какие денежные средства будут поступать. Инструкции поступали в виде СМС-сообщений в мессенджерах. Малейшее отклонение от них каралось штрафными санкциями и уменьшением суммы вознаграждения, которую задержанные получали за свою работу. Помимо банковских карт, а также сим-карт, которые используются при совершении преступления, были изъяты денежные средства, обналиченные данными лицами при помощи банковских терминалов Чувашской республики, город Чебоксар. Похищенные у потерпевшей средства удалось вернуть практически полностью. Молодые жители Кургана не планировали надолго задерживаться в Чебоксарах, но на год, пока шло расследование уголовного дела, угодили в камеру следственного изолятора. Суд признал криминальный тандем виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к условному лишению свободы. Кстати, по информации чувашских полицейских, позже в Кургане коллеги задержали и предполагаемого организатора преступной схемы. Тот успел набрать новую команду помощников, готовых рискнуть за свои 10% от обналиченной суммы.